Привет, друзья! Сегодня я решил поделиться с вами топом малоизвестных пошаговых RPG-игр для ПК. Если что, тайм-коды и ссылки есть в описании. А теперь готовьтесь к захватывающему путешествию по миру фэнтези и приключений. Zoria Age of Shattering – это сюжетно-ориентированный ролевой проект, в котором вы должны использовать все свои навыки тактического планирования в команде. Вы отправляетесь в удивительный, загадочный и одновременно опасный мир, тайны которого нужно разгадать как можно быстрее. Магия также является частью сделки, и она нужна вам, чтобы помочь преодолеть препятствия на пути к вашей цели. Темная магия присуща вашим противникам, поэтому будьте очень осторожны. Игра имеет потрясающий сюжет, захватывающий и с неожиданными поворотными событиями. Непредсказуемость – главная особенность этого приключения, поэтому скучать вам не придется. Главное, что вы будете исследовать все доступные места, раскрывая все новые и новые мрачные тайны. Мир игры удивительно красив и позволит вам, как главному герою, погрузиться в него полностью. Вы пройдете через скалистые горы, переплывете огромные и бесконечные океаны, посетите города и даже спуститесь в подземелье. Следуйте сюжетной линии и не забывайте развивать своего персонажа, чтобы в дальнейшем он мог преодолевать более сложные препятствия. Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord. Это подземелье, которое требует стратегии и планирования. Вы ведете группу искателей приключений через кошмарный лабиринт, где каждый поворот может означать сокровища или неприятности. Лабиринтоподобная среда – настоящий тренажер для мозга. Здесь нужно не просто расправляться с монстрами, вам понадобится смекалка, чтобы ориентироваться в запутанных коридорах и комнатах. За каждым поворотом вас ждет что-то новое, от головоломок до битв на зубах. Будьте готовы менять тактику на ходу, это подземелье не для слабонервных. В игре очень важно собрать команду, ведь у каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны. И именно от этого зависит, насколько слаженно они будут действовать. Мощный боец может оказаться бесполезным без хитрого вора, который обезвреживает ловушки. А магу, метающему огненные шары, нужен крепкий танк, который защитит его от противников. Игра берет классическую формулу и добавляет в нее новую порцию испытаний. Каждое ваше решение имеет значение, а победа зависит от вашего умения стратегически мыслить. Так что берите факел, собирайте свою партию и отправляйтесь в неизвестность. Покорите ли вы владение безумного повелителя или станете еще одной заблудшей душой в гупинах наберинта. Это зависит только от вас. Людус Мортис переносит вас в мрачную фэнтезийную версию древнего Рима. Некогда славный город захвачен демонами и нежитью. Вы берете под контроль гладиаторскую школу. Последний бастион надежды всего Рима. Это не обычное гладиаторское зрелище. Здесь вам предстоит обучать воинов не для развлечений, а для борьбы за выживание города. Игра предлагает глубокую систему создания партий, позволяя вам выбрать один из 14 различных классов, чтобы создать свой чемпионский отряд. Но ваши гладиаторы не единственное оружие в вашем арсенале. В игре вам предстоит управлять всей гладиаторской школой. Вы будете улучшать помещение, нанимать новых бойцов и создавать снаряжение, чтобы повысить эффективность своей команды. Исследование – ключевой момент. Вы отправитесь в опасные катакомбы и подземелья, чтобы сразиться с нечестивыми ордами, угрожающими Риму. В игре присутствует пошаговый бой, поэтому стратегическое мышление имеет решающее значение. Тщательно распоряжайтесь очками действий и используйте слабые места противника, чтобы выйти победителем. В каждом подземелье можно обнаружить новое мощное снаряжение, что позволит вам постоянно совершенствовать своих гладиаторов для предстоящих испытаний. Path of Acro приглашает вас в мрачный и непредсказуемый мир Рогалика, где каждый шаг пропитан атмосферой фэнтези. Вам предстоит взять на себя главную роль – роль героя и начать свое приключение с создания и настройки персонажа. Здесь важно сделать его уникальным и могущественным, наделяя способностями, которые будут эффективны в сражениях и исследованиях. Основные навыки связаны со стихиями и они станут вашими верными спутниками на поле боя. В мире Path of Acro враги постоянно наращивают свою силу, поэтому вы должны быть готовы к любым испытаниям. Изучайте окружающую среду, добывайте ценные ресурсы и собирайте дополнительные предметы, которые помогут вам в битве. Каждое решение и каждый собранный элемент могут повлиять на вашу судьбу, поэтому будьте внимательны и стратегичны в своих действиях. Графическое исполнение в игре выполнено в простой пиксельной стилистике, но при этом оно наделено крутыми эффектами и создает запоминающуюся атмосферу. Каждый уголок мира пропитан таинственностью и опасностью, а каждая битва становится захватывающим испытанием вашего мастерства и стратегического мышления. Terra Memoria бросает геймеров в мир, столкнувшийся с нехваткой магических кристаллов, и побуждает древних роботов. Шесть персонажей с головой погружаются в масштабное расследование по всей Терри. Земле, наполненной секретами и причудливыми обитателями, которые только и ждут, чтобы их встретили. Разбейте лагерь и используйте его в качестве домашней базы для исследования. Здесь вы можете отдохнуть, приготовить еду или смастерить полезные инструменты. Когда день сменяется ночью, костер превращается в центральное место для обмена историями и укрепления связей с товарищами по приключениям. Terra Memoria это не просто достижение финишной черты, это наслаждение самим путешествием. Title поощряет исследования, побуждая геймеров заглянуть в каждый уголок, пообщаться с местными жителями и оставить свой след в мире с помощью творческого подхода. Головоломки разбросаны по всему ландшафту, предлагает игрокам нестандартное мышление и инновационное использование строительных инструментов. Adventure выходит за рамки игры, превращаясь в захватывающее приключение, которое приглашает игроков в яркий мир. Каждый шаг вперед формирует ваше личное повествование, оставляя неизгладимый след на Терри и ее жителях. Фейлвиды Королевая игра с приятной визуальной стилистикой. Событие разворачивается в альтернативной Словакии 15 века, где рыцарь-алкоголик Павел решает собрать отряд отважных бойцов, чтобы дать отпор тем, кто противостоит родному королевству. Дайте бой не только гуситам и османам, но и порожденным алкоголизмом, сюрлистичным ужасом. Пошаговая боевая система в игре дает возможность раскрыть потенциал каждого персонажа в отряде, ведь перед каждым ходом у вас будет время продумать порядок действий. Изучайте особенности рыцарей и магов, ищите способ объединить их уникальные особенности для одержания победы. Нелинейные повествования вместе с полуоткрытым нарисованным от руки миром дают возможность написать собственную историю о похождениях Павла. Изучайте каждый встречающийся на пути дом в поисках улучшенного снижения и оружия. Собирайте припасы, а также познакомьтесь с интересными персонажами, будь то католики, гуситы или более зловещие люди. Если они, люди конечно. Aiden Chronicle, Handred Heroes, японская ролевая игра, действие которой происходит в вымышленном мире Allround. Вы примете участие в ожесточенных войнах, которые ведутся за уникальные артефакты. Мощная технология способна многократно усилить магические заклинания, но для ее поддержки требуются очень скудные ресурсы. Великая гвардейская империя кочует и ведет войну по всему континенту в поисках материалов. Однажды молодой офицер империи встречает обычного деревенского парня, и вскоре эти двое оказываются втянутыми в головокружительную череду событий. Когда начинается война, герои вынуждены пересмотреть свои убеждения, и в результате отправляются спасать мир. Отправляйтесь со своими героями в путешествие по многочисленным регионам, которые разрушила война. Вы будете сражаться с многочисленными врагами, собирая оружие и оттачивать свои боевые навыки. Проведите своих героев через испытания войны, примирите конфликтующие народы и спасите свою родину от уничтожения. Хрона Арк – ролевое приключение в классическом японском стиле, которое выполнено в пошаговом боевом стиле. Игровой процесс строится на сборе коллективов, в который входят 4 персонажа для дальнейшей прокачки и создания непобедимого отряда, готового сразиться на равных со всеми противниками, представленными на локациях причудливого искаженного мира. Благодаря элементам, взятым из жанра рогалика, после смерти группы нужно начинать заново, а мир вокруг изменяется вследствие действия предыдущей команды. Это означает, что каждое прохождение идет по уникальному сценарию. История повествует о захваченном мире, который поработили существа из тумана, окутывшего всей территории суши. Теперь вся надежда на спасение заключена в группе отважных героев, попавших под управление геймера. На пути повстречаются громадные толпы недругов, боссов, случайных событий и горы лута, помогающие прокачивать главных героев. Боевая система выполнена в виде поочередного использования специальных карточек, представляющих собой стандартные скиллы заклинания, пассивные перки и улучшения. На протяжении всего прохождения игрок получает новые умения, добавляя их в свою колоду или заменяя старые. Также доступно объединение карт для получения более сильной версии того же эффекта. Stolen Rail. Пошаговый тактический ролевой проект, где нам предстоит отправиться в необычный мир и постараться уничтожить всех, кто посмеет встать на пути главного героя. Игра представляет возможность как одиночной игры, так и игры в команде до 4-х человек, где в первой ты здорово сумеешь отточить навыки, а во второй круто провести время в компании друзей. Отправляйся на исследования окружений, изучая локации, которые содержат в себе массу полезных ресурсов, а также секреты, раскрывая которые ты сможешь раздобыть полезную информацию. Игра предлагает возможность самостоятельно выбрать главного героя и в соответствии с выбором у него будут определенные навыки. Проходи испытания, разгадывай загадки, избегай столкновений с противниками и не забывай постоянно развивать свои навыки. Динамика игры продумана на высшем уровне, поэтому скучать у нас просто не будет времени. Графика также порадует крутым исполнением и визуальными эффектами. Songs of Conquest. Это пошаговая стратегическая игра с пиксельной графикой. Эта игра вдохновлена сериями Heroes of Might and Magic и Total War. Вы сможете активно строить свое королевство, создавать армию и брать под контроль невероятно сильных магов. Вам также придется вести напряженные бои с монстрами, постоянно оптимизировать цепочки зданий и разрабатывать особые стратегии, чтобы успешно справляться с армиями ваших врагов. Создайте армии и контролируйте могучных волшебников, которых называют одержимыми. Вы должны активно искать добычу, сражаться с многочисленными монстрами, оптимизировать стратегии и строить порядки. Это классическая стратегическая приключенческая игра и здесь бой является основной частью игры. Вам предстоит набирать войска и командовать ими во время сражений. А объединив владения с сущностью армии, можно будет получить доступ к самым могучным заклинаниям. Вот такой топ получился у меня сегодня. Надеюсь, вы нашли что-то интересное для себя и уже ищите одну из этих игр на просторах интернета. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, делиться видео с друзьями и подписываться на канал. Для того, чтобы быть в курсе, что там да как. Удачи вам в играх и до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!